Многие владельцы считают, что кошка может есть все подряд, но продукты, которые безопасны для людей, могут быть токсичны для кошек. Эти продукты вызывают пищевые отравления, проблемы со здоровьем, а в некоторых случаях даже смерть. Поэтому очень важно знать, что можно давать кошке, а что не стоит. Сегодня мы с Кисей расскажем вам о 10 опасных продуктах, которые нельзя давать кошкам. Кошки совсем не ощущают сладкий вкус, поэтому сахар в их рационе вообще не нужен. Организм кошек не способен перерабатывать углеводы из сахара, и это может привести к ожирению, а также негативно влиять на работу сердца, сосудов и суставов. Кроме того, сладкое вызывает сахарный диабет, кариес или парадонтит. Шоколад может быть смертельным для кошек из-за наличия в нем алкалоида под названием теобрамин. Он приводит к сердечной недостаточности. Тиобрамин содержится в чистом какао, поэтому чем темнее шоколад, тем опаснее он для кошек. Также в шоколаде содержится кофеин, который повышает уровень адреналина, а это тоже может привести к негативным последствиям. Виноград, изюм и смородина очень вредны для кошек, потому что приводят к снижению функции почек и даже острой почечной недостаточности у кошек. Даже небольшое их количество может быть токсичным и вызвать рвоту, диарею и боль в животе у кошки. Во многие продукты для людей добавляют лук и чеснок для аромата и вкуса. Но независимо от того, приготовлены они или сырые, они оба токсичны для кошек. Лук и чеснок содержат вещество, которое разрушает эритроциты и вызывает аномию у кошек. Многие хозяева кошек считают, что им обязательно надо давать молоко. Но после того, как кошки взрослеют, у них появляется непереносимость лактозы, которая может проявляться как расстройство желудка, рвота или диареи. Если вы хотите давать кошке молоко, выбирайте безлактозное. Сырые яйца могут содержать сальмонеллу и кишечную палочку. Кроме того, сырые яичные белки содержат авидин – фермент, препятствующий усвоению кошачьим организмом биотина. Но вареные яйца могут быть полезны для кошек, так как являются богатым источником нежирного белка. Термически обработанные кости не перевариваются в желудке кошки и могут распадаться на острые осколки или сбиваться в плотную массу. В зависимости от вида костей. Но и сырые кости могут приводить к травмам желудочно-кишечного тракта с последующими осложнениями, запором и непроходимости кишечника. Соль вредна для кошек, потому что она может накапливаться в почках и вызывать проблемы. Поэтому продукты, содержащие много соли, например, колбасы, давать кошке не рекомендуется. Сырая рыба содержит тиаминазу. Это фермент, разрушающий витамин В1 в организме кошки. Дефицит витамина В1 связан со значительными неврологическими проблемами у кошек. Потери двигательной функции и судорогами. Кошке можно иногда давать в небольших количествах отварную морскую рыбу, очищенную от костей. Зеленые или незрелые помидоры и сырой картофель смертельно опасны, так как содержат солонин, который токсичен для кошек. Но отварной картофель также содержит крахмал, который очень трудно переваривается организмом кошки. Поэтому даже в готовом виде его не стоит давать. Это лишь часть из списка опасных продуктов, которые вы никогда не должны давать кошке. Мы с Кисей надеемся, что это видео было вам полезно. И вы будете следить за тем, что ест ваш пушистик. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу питания кошек, пишите в комментариях. И мы с Кисей постараемся ответить на них.